Ну все, с Тимашевки 20 тонн на Екатеринбург отборных помидор повезем. Из кубанских теплиц на уральские прилавки. Томаты, выращенные в Тимашевске, стали пользоваться огромным спросом за пределами края. География поставок не только столица Урала, но и Москва вместе с Санкт-Петербургом. Кстати, в культурной столице тимашевскими помидорами стали интересоваться совсем недавно, когда в России ограничили ввоз иностранных овощей и фруктов. Поставщики, по словам директора тепличного комплекса, теперь сами звонят и интересуются, можно ли закупить градену, физуму или тореро. Качество продукции, овощей отечественного производства, оно лучше, потому что вот у нас и философия, и идеология такова. Вырос сегодня томат огурец, задача его сегодня максимум отдать потребителю. В худшем случае он его завтра будет кушать, а который мы с вами берем импортную, мы его берем и кушаем спустя неделю после того, как его сделали съем. Ну подвергает какой-то, видимо, обработке, чтобы он был товарный вид, не портился. А мы даем томат свежий. То, что местные помидоры и огурцы самого высокого качества, говорит и тот факт, что наши кубанские семена закупают для последующей посадки в Турции. Парадоксально, но огурцы, которые вывели в Краснодарском крае, турки выращивают у себя, а потом продают по всей России. После введения продуктового эмбарго в тепличном комплексе «Прогресс» готовы уже к прогрессу производственному. К 18 гектарам теплиц хотят построить еще 13. О том, что на Кубани необходимо делать упор на выращивание овощей и фруктов и развивать тепличное хозяйство, сегодня на рабочей встрече с главой Тимошевского района говорил и губернатор края Александр Ткачев. Количество солнечных дней в Краснодарском крае просто обязывает заниматься этими направлениями. Мы должны развивать и существующую базу, наращивать объемы. Понятно, что Кубань в этой части должна доминировать и в стране, мы их хозяйственные регионы, мы востребованы сегодня, нас знают, нас хотят видеть на прилавках магазинов в своих городах. Не только в Центральной России, но и в Дальнем Востоке, Урал, Сибири. Мы этим шансом должны воспользоваться. Поэтому все возможности краевого бюджета, всех возможностей государственного финансирования, федерального центра мы, безусловно, будем сейчас направлять на поддержку этих отраслей экономики, которые сегодня по разным причинам не развиваются, в силу, конечно, экономической нецелесообразности и неретабельности. Но, тем не менее, эти продукты нужны, они востребованы. Задача стоит, чтобы мы заполнили эту нишу. Что касается импортозамещения, то у нас 1200 гектар садов, и наши крупные садоводческие, будем так говорить, предприятия, это садовод и Нива, и одно и другое хозяйство, больше 100 гектар готовы на следующий год посадить. У нас есть очень хорошее, я считаю, предприятие «Прогресс», которое выпускает уже практически до 8 тысяч тонн в год огурцов и помидор. Это 18 гектар теплиц, они планируют еще 13 гектар на следующий год. Очень серьезная у нас переработка, и есть и Медведовский мясокомбинат, который 6 тысяч в год выпускает, но это, конечно, для него это копейки. Есть проблемы в этом холдинге, но наши переработчики, наши сельхозтоваропроизводители готовы увеличивать обороты. За фрукты и овощи на Кубани у специалистов беспокойства нет. Местными огурцами, помидорами, яблоками накормить смогут не только крайную страну. На предприятии садовод своим главным конкурентным преимуществом считают даже не отсутствие польских яблок на полках своих прямых конкурентов, а качество продуктов. Тимашевские яблоки сейчас уже начали вытеснять импортные даже в тех городах, где иностранных товаров в магазинах порой больше, чем отечественных. Если, слава богу, все нормально, то завтра пойдет первая машина на Благовещенск. Почему? Когда приходит яблоко с Кубани, заходит на базу и открывается машина, то аромат, запах яблока настолько силен, что даже наши искушенные работники приходят и вкушают запах. Ну и плюс, конечно же, вкус кубанского яблока. В погоне за увеличением объема в сельхозпроизводство нельзя забывать о социальном развитии района, подчеркнул Александр Ткачев. Одна из острых проблем очереди в детских садах. Два года назад глава Тимашевского района докладывал о нехватке мест. Сейчас очередь уменьшилась, но не исчезла. Еще полторы тысячи детей ждут, когда смогут пойти в садик. В районе уже построили три дополнительных блока. Это еще 300 мест. В будущем готовят проекты еще для двух пристроек. Александр Иванченко, Денис Перец, 9 канал, Тимашевский район.